Рыба прилипала, прилипла без поклевки. Рыба прилипала. Рыба прилипала. Рыба прилипала. Поймал много хорошей вкусной рыбы и попутно испытал нашу новую модель. Вот эту самую лодку. Фишкаяк обновленный. Не знаю, какое название ему придумать. Это будет фишкаяк. В конце концов он заменит наш обычный штатный фишкаяк. То есть название фишкаяк у него останется. Предлагаю, например, назвать его модненько так. Фишкаяк Эво. Типа лодка, которая эволюционировала. Первый фишкаяк мы выпустили три года назад. Я бы не сказал, что он устарел. Это по-прежнему хорошая лодка. Но вот эта лодка лучше. Она сварная, она более стремительная, более скоростная. Все очень хорошо. Сюда я шел против ветра. Вообще замечательно. Сейчас иду по ветру обратно. Одно удовольствие. Я приду на берег и покажу лодку снаружи. Что она из себя представляет. Хорошая лодка. Я очень доволен. Вот сейчас я попробую развернуться против ветра. О, как ветерочек задул. Отлично идет. Никакого запрызгивания носовой части. Идет быстро, свободно. Волна набегает. Разбрызгивается носовую часть. Но внутрь ничего не залетает. Поскольку лодочка имеет ширину гораздо больше метра. У нее ширина метр ноль шесть. Или метр ноль пять. По-моему метр ноль шесть вроде как. Когда я измерял. Она очень безопасная. В плане ветрового волнового воздействия с борта. Вот сейчас камеру поставлю к волне. Волна идет оттуда. Я совершенно спокойно могу вот ее наклонять. Шатать. Идти бортом к волне. Не страшно. Вообще не страшно. При такой ширине перевернуть ее невозможно. Получилась лодка. Вместительная. Безопасная. Легкая. Когда я взвешивал лодку без учета сидушки. из ткани пятьсот пятидесятой. Она получилась семь сорок. Вес всего семь сорок. Вместе с тентом там. Со всеми держателями. Сидушка весит кило двести. Вот эту я тоже взвесил. Получается всего восемь шестьдесят полный комплект. Ну естественно если будете заказывать из ткани там семьсот пятидесятой. А не пятьсот пятидесятой. То вес уже будет в районе десяточки. Вот сейчас иду специально чтобы волна в борт шла. Вот она вот так вот подбивает вот волна. Вот так вот. И ничего страшного. Никаких даже позывов на какой-то критический крен. Вообще никаких. Запас ширины у лодки гигантский. И к тому же сидеть высоко хорошо. Я сижу на фиштроне. Ноги у меня внизу. Сижу как на стуле на хорошем. На кресле. Еще по характеристикам. Длина триста восемьдесят. Это больше чем у нашего обычного. Всеми любимого фишкаяка. У него всего триста шестьдесят. Ширина метр ноль шесть или метр ноль пять. Я вот точно не помню вот сколько я мерил. Диаметр баллона ну почти тридцать четыре. Это среди каяков это можно сказать уникально. При этом гребля удобная из-за высокой посадки. Ширина лодки никак не сказывается на гребле отрицательно. Скорость лодки быстрее чем у стандартного фишкаяка. Это я почувствовал когда шел еще на точку где ловил рыбу. Шел я прямо вот против ветра против волны и до точки на которой примерно километр. Лодка шла очень быстро. Домчался даже не заметил когда ехал. Носовой тент работает к тому же еще как аэродинамический обтекатель. Идти против ветра с носовым тентом легче чем без него. Это тоже чувствуется когда идешь против ветра. Воздушный поток набегает на этот тент и отклоняется вверх. Ведь самая тормозящая часть которая создает максимальную парусность из-за своей ширины и вынесенности вверх. Это сам капитан сам гребец. Собственно этот тент немножечко позволяет отклонять набегающий воздушный поток. И мне кажется что все таки лодка идет лучше. Не думаю что этот прирост сильно большой и сильно существенный. Но тем не менее он заметен. Важным преимуществом этой лодки является то что баллоны сварные. Это значит что швы не подведут при воздействии палящего солнышка. И не деградируют со временем. То есть эта лодочка прослужит очень и очень долго. Что отличает выгодно каяк от всяких-всяких других лодок. Ху-ху-ху-ху Да вот что. Ох меня еще и ветром сюда впрессовывает. О, пробил стену Стена для обычной рыболовной лодки С распашными веслами Непроходимая от слова совсем Вот, тут еще порывчик такой ветра пошел И волна У-у-у, как все серьезно Все серьезно, но не для этого каяка Этот каяк, молодец Он все это легко выдерживает А сейчас проткну уже эту же стенку Но в обратном направлении Почему бы и нет Вот такую я тут просеку сделал Попробуйте, сделайте такое На обычной рыболовной лодке Я посмотрю Вот она В чем преимущество Весла Байдарочного А вот такое Это вообще детский сад Это вообще ерунда Такие слабенькие заросли Мы просто как танк проедем Ну и как обещал, сейчас расскажу Что в фишкаяке в этом есть Какие элементы И все дела Значит Вот он такой Баллоны у него Делятся на передний и задний Что очень полезно для безопасности В отличие от стандартного фишкаяка На носу установлен Складной капюшон Который можно Спокойно сложить Держится он на Вот этом Прутке Пруток достали Капюшон сложили Зря я это вот Отпустил Можно было не отпускать Четыре спиннинга держателя Сидение Типа фиштрон Исключительно удобное Вот Макс Иди Сядь Попробуй на сидение Да ладно И спать Хорошо Фиштрон Это вещь уже проверенная Высокое положение Сидеть хорошо Ноги внизу Сзади Ох Какое здоровенное Багажное отделение Сюда кладешь Все что не особо нужно И оно тут И лежит Вот это косыночка Такая небольшая Тоже защитная Леерная обвязка По четыре кольца С каждого борта Передняя и задняя Ручки Днище Защищает Баллоны полностью А в самых Нижних точках Целыми Четырьмя слоями В принципе На самом то деле Его и снимать Не нужно Один раз Вот установил С помощью прутков Его сюда И пусть Он тут и стоит Да Я его и снимать Не буду А теперь делаем Вот так Опа Складывается лодка Элементарно Как все Каяки Подобного Формата Первым делом Складываем Вдоль Клапаны стоят На оконечностях Это рациональное Расположение При У-образных Баллонах Поэтому складываем Уже сложенную Вдоль лодку Еще раз Пополам Поперек А потом скручиваем В рулончик Тут прутки Немножко мешают Поскольку я Фиштрон Не убирал Поэтому рулончик Получится Немножко плоским А не круглым Как я люблю Вот и все Вот лодка Собрана Вот такая Отличная лодка Этот наш Новый Фишкаяк Фишкаяк Эво Назовем его Фишкаяк Эво Или не будем Ну посмотрим С вами был Андрей Сонар Всем пока